Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светляется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я приветствую с программой «Мир православия». Я хотел бы поговорить об одной такой человеческой болезни, которая называется грубость, грубость характера. Многие отцы церкви особо отмечали этот недостаток, потому что грубость – это противоположность любви. Или можно даже сказать, что отсутствие любви. А отсутствие любви – это отсутствие духовной жизни или, по крайней мере, ее ложная направленность. То есть она идет совсем не в том направлении, которое могло бы принести человеку пользу и преобразить его душу. И христианину как раз за нашу земную жизнь необходимо приобрести вот эти очень важные качества, которые отличают его от грубого человека. Кротость и незлобие, любвеобильность, умение любить всех. Потому что порой мы можем увидеть даже в светских людях вот такую светскую учтивость, вежливость, умение сдерживать свои эмоции, умение сдерживать свои какие-то душевные порывы. Но это не значит, что человек любит другого человека. То есть на какой-то работе, ну даже там штрафы могут назначать за то, что ты проявил грубость или холодность, или как-то высокомерно ответил другому человеку. То есть ты должен иметь всегда на устах улыбку, какую-то приветливость, хотя твое сердце может быть с этим совершенно не согласно. А вот в духовной жизни очень важно соотнести свое сердце с тем, что ты внешне выражаешь, что ты внешне говоришь. Поэтому есть такие люди, которые не умеют пользоваться там, допустим, по этикету, там, несколькими ножами, вилками и другими какими-то приборами. Не знают, как себя вести там в высшем аристеротическом обществе. Но при этом они настолько обходительны, настолько внимательны, настолько расположены к человеку, что вот это внешнее их неумение делать что-то, что положено в каком-то обществе, оно вполне компенсируется вот этой любовью, которая изливается из их слов, из их сердец, из их вообще поведения. Вот такую, конечно же, внимательность и обходительность мы и должны постараться приобрести. А как приобрести, поговорим с вами в этой программе. Однажды на Афон, к одному монаху-подвижнику, который там подвязался уже 40 лет, один паломник привел своего маленького сына, пятилетнего сына. И был поражен, насколько этот монах, с каким он благоголением, с какой он радостью смотрел на этого ребенка. Он несколько раз обошел вокруг него, он смотрел и говорил, какая у него маленькая голова, какие у него маленькие ручки, какие у него маленькие ножки. Потому что за всю свою жизнь, 40 лет подвижничества, он не видел на Афоне ни одного ребенка. И вот это удивление, эта радость, это, конечно, было поразительно для этого паломника. Ведь, по идее, он только на иконах видел Бога-младенца Христа. Так вот, монахи, на самом деле, они, казалось бы, когда уходят из общества, когда находятся в одиночестве, когда находятся вне каких-то светских законов, они должны одичать, они должны, ну, забыть об этом, они должны как-то вести себя неправильно, наверное, грубо, некорректно. Но они ведут себя порой даже гораздо лучше, чем те, кто воспитан в каких-то традициях, воспитан в каких-то вот этих этических и эстетических законах. И вот это их внутренняя, внутренняя любовь, которую они приобрели в своем сердце к Богу, она помогает им любить любого человека. Они настолько следят за собой, что боятся обидеть другого человека даже каким-то взглядом своим. Святой Абва Дорофей говорил, что ведь человека можно обидеть не только словом, но порой и презрительным взглядом. А сколько такого встречается в нашей жизни? Так вот, монахи стремились к тому, чтобы и взгляды их, и слово их все было выдержано в определенном тоне. А тон этот задается Евангелием, потому что в Евангелии мы видим, как поступал Христос. Так вот, их монашеское делание состояло в том, чтобы научиться соотносить свою внутреннюю духовную жизнь, отношение к любому человеку, который встретился на его пути именно с любовью, с тем, что живет в твоем сердце. Потому что именно состояние сердца человеческого, его души и определяет, как он будет поступать с другими людьми. И вот это состояние, оно особенно поразительно в подвижниках благочестия. Потому что, да, действительно, грубый человек, он не контролирует свои слова. Тем более, если может научиться контролировать свои слова, то не контролирует свой взгляд и другие какие-то эмоции, которые передаются через движение его тела. А подвижник, он умеет все это делать, потому что он борется со страстями и, по крайней мере, в той степени, в которой он научился, он может преодолевать вот эти движения своего сердца, раздражительность, грубость, какое-то невнимание. Наоборот, он весь направлен к тому, чтобы выслушать другого человека, чтобы помочь ему, чтобы посочувствовать ему. И для этого готов отдать все свое сердце, всю свою душу. Для того, чтобы понять, насколько это сложно и насколько мы порой бываем несправедливы в наших суждениях, я приведу такой пример, который произошел на Святой горе Афон. Там был один русский монах, который любил выпивать, хотя монашество и алкоголь – это несовместимые вещи. И поэтому многие паломники, когда приезжали в монастырь в Корее, так назывался один из монастырей на Афоне, они часто видели, что братья под руки ведут этого пьяного монаха и смеялись, и осуждали этого человека. И, конечно, для монахов тоже это было неприятно, потому что что о них думают, что о них думают паломники, которые приезжают, что они здесь бездельники, пьяницы, вот только и занимаются, что выпивают. Ведь по одному монаху порой судят. И о всем монашестве или по одному христианину могут судить по всей церкви, по всем христианам. Хотя, что, конечно, несправедливо. Так вот, однажды к старцу Паисию, который был известен своей прозорливостью, своей святостью, своей жизнью, монахи собрались и пришли и спросили, «Отче, ну вот что нам делать с этим монахом?» Он выпивает, он соблазняет паломников своим поведением. А старец Паисий сказал так, «Не соблазняйтесь, этот монах очень добродетельный. На Святой горе он уже много лет, но дело в том, что все им гнушаются, все его чуждаются, все сторонятся его. И когда особенно наступает зима, у него нет возможности за собой ухаживать, нет возможности протопить печку в своей келье. Никто ему никогда не помогает, а сил у него на это уже нет. Поэтому единственный выход, который он нашел в этой ситуации, это выпивать. Он выпивает одну рюмку виноградной водки, вторую, третью, становится пьяным. И таким образом он согревается. И услышав это, монахи поняли, что именно им-то нужно приложить какое-то усилие, чтобы помочь этому монаху. И игумен взял его в свой монастырь. К нему было особое уже отношение, о нем заботились, и он перестал петь. И надо сказать, что в это время, когда один монах проходил около него и спросил, как его самочувствие, он сказал, что вот в субботу, во время вечерни, я умру. Для него это было удивительно. Ну как этот пьянчушка может знать, когда он умрет? И он попросил еще позвони моему послушнику, чтобы он пришел и попрощался со мной, потому что я должен умереть. И этот монах позвонил послушнику, который был румыном по национальности. Он пришел, они попрощались, попросили друг друга прощения. И действительно, в субботу, когда он зашел к нему, к тому времени, когда он сказал, к вечерне, этот монах умер. И перед своей смертью он сказал, вот, Пресвятая Богородица идет. То есть суд человеческий был совсем другой. О том, что этот человек пьянница, он не наследует Царства Небесного. А суд Божий был другой. Сама Божья Матерь пришла забрать его душу. Поэтому вот такое отношение у нас порой и возникает. Мы судим с высоты своего положения. И совсем не хотим задуматься, а почему человек достиг такой жизни? Что с ним случилось? И если вот быть внимательным к любому человеку, то действительно можно увидеть за его порой какими-то пороками удивительную святость его жизни. Ведь прав был старец Паэсии, когда сказал, что это очень добродетельный монах. Но слабости есть у каждого человека. И за свои добродетели он удостоился того, что Божья Матерь приняла его душу. И, конечно же, внесла ее в Царство Небесное. Потому что редко за каким человеком может прийти и встретить его душу перед смертью сама Пресвятая Богородица. Этого нужно достичь в своей жизни. Поэтому, конечно, если бы мы видели этого монаха, наш суд был бы определенным, совершенно человеческим, не достигающим вот этой любви, это уважение, это внимание к другому человеку. А суд святых, прозорливых людей, которые, опять же, прозорливости своей достигают через то, что они очень внимательны к своему сердцу, своим мыслям, к тому, чтобы никого, никакого человека не осудить, не обидеть, не сказать лишнего слова, не оказаться неприветливым к нему в своем взгляде. Вот это нужно в себе выработать, этому нужно учиться. И это, конечно, достигается очень большим трудом над своим сердцем. Расскажу еще один случай, который помог молодому человеку изменить отношение к своему отцу, потому что он ненавидел своего отца. А когда он приехал на исповедь к одному старцу и начал рассказывать свою историю, то свою ненависть он обосновал тем, что вот моя мама тяжело больна, сестра находится на грани развода со своим мужем, брат стал употреблять наркотики, поэтому дома практически не бывает, он постоянно в поиске новой очередной дозы. А отец, вместо того, чтобы как-то помогать семье, супруге, своей дочери, сыну, он нашел женщину и часто у нее пропадает. Порой даже на несколько дней уходит и живет у этой женщины. И вот душу этого молодого человека, конечно, раздирала эта ненависть к своему отцу. Как так? Когда семья рушится, когда столько проблем, он находит утешение у какой-то женщины. Он изменяет, он бросает эту семью на произвол судьбы. Он горел этим негодованием. И старец этот, будучи духовным человеком, стал с ним вместе рассуждать. И он сказал так, потому что молодой человек имел намерение выгнать своего отца из дома, потому что дом принадлежал ему, и он вполне мог это сделать, чтобы он ушел к этой женщине. И старец рассуждал так, и тебе не жалко твоего отца? Да, конечно, он совершает неправильные поступки, когда уходит другой женщина. Это тяжелый грех, и так поступать ни в коем случае нельзя. Но ты подумай о том, что твой отец просто не выдерживает этого испытания. Слишком много на него сейчас обрушилось. И болезнь жены, и неполадки в семье дочери, и то, что сын наркоман. Все это он не выдержал. И в таких случаях многие люди начинают пить. Кто-то увлекается наркотиками, кто-то другими какими-то страстями. Твой отец увлекся этой женщиной. Да, это неправильно. Но ты-то должен иметь к нему любовь, ты должен молиться о нем, Богу. И вот таким образом рассуждая с ним, он помог ему преодолеть эту ненависть в душе к своему отцу. И дал ему совет, чтобы он молился и просил у Бога, как ему сейчас относиться к отцу. И надо сказать, что молодой человек, преодолев эту ненависть и помолившись, он нашел контакт со своим отцом и помог ему вернуться в семью, помог ему обрести вот это душевное равновесие. То есть мы порой принимаем, конечно, очень поспешные выводы даже о самых неблаговедных поступках наших близких людей, наших родственников. Но святые поступали совсем по-другому. Они пытались войти в положение даже самого грешного человека. Пытались дать ему надежду на то, что он сможет преодолеть эту страсть своей души. Поэтому так важно для нас читать жития святых угодников Божьих, смотреть на образ их поведения, смотреть, как они реагировали на различные ситуации в своей жизни. Потому что, трудясь над собой, над преодолением своих страстей, над преодолением своих каких-то черт характера, а ведь они тоже были людьми. И были некоторые из них очень такими взрывными по характеру, неусидчивыми. Но зная, что это мешает им в деле их спасения, это мешает в деле им их сожительства с братьями монастыря, с теми людьми, которые к ним приходят, они это с Божьей помощью преодолевали в своем сердце. И тогда, когда Господь видел их усилия, Он давал им благодать, которая буквально от макушки до пят их окутывала. Вот этой благодати они были совсем другими людьми, внимательными, очень благоговейными к тому, что говорит другой человек, и к тому, как он поступает. И поэтому Господь давал им увидеть, как можно найти выход из даже, казалось бы, самых сложнейших жизненных обстоятельств. И мы тоже можем этому научиться. Главное, конечно же, увидеть в другом человеке образ Божий. И просить у Бога и у святых отцов мудрости, внимания, благорасположения, любвеобильности к каждому человеку. И когда мы будем это делать, то думаю, что Божья благодать может и нас посетить. И мы научимся быть очень внимательными христианами в нашей жизни. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится, и чистотою возвышается светлеться Тройческим единством священного тайны, священного тайны. Субтитры создавал DimaTorzok